Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в комплексном центре социального обслуживания населения Бийска. Как сообщают работники, были изъяты документы о том, кого и в чем подозревают, расскажем сегодня в выпуске. Итак, вы смотрите участок 112 в студии Евгений Плохотин. Здравствуйте! Сегодня в программе. 17 лет строгого режима. Суд вынес приговор бийчанину, который осенью прошлого года убил девушку на социалистической. Для своего употребления, но также как бы хотел с этого поиметь денежные средства. Незаконная оранжерея житель Новокограда в своем гараже культивировал коноплю. Установили и задержали. Полицейские Бийска нашли того, кто проводил магический ритуал с сырым яйцом и обманул пенсионерку. Добавим, что задержанная уже была осуждена за подобное преступление. Абонент временно недоступен. Еще один звонок, а в ответ тишина. Бийчанку оставили без телефона в регистрационном отделе ГИБДД. Итак, начнем. 17 лет лишения свободы. Такое наказание назначил суд 32-летнему бийчанину за убийство девушки и покушение на убийство ее подруги. Резонансная история произошла в Новокограде в октябре прошлого года, когда на улице социалистическая нетрезвый мужчина набросился на двух девушек. Одну из них он убил ножом, вторая получила серьезные ранения. Осужденный после совершенного преступления на протяжении почти двух недель скрывался от правоохранителей. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Жил он в лесу, а зарабатывал тем, что сдавал металлолом. В ходе предварительного следствия мужчина вину признал. Мотив совершения столь дерзкого и жестокого убийства он объяснил внезапно возникшими неприязненным отношениям к потерпевшим и желаниям их убить. Следователями Следственного комитета собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 67-летний пенсионер спровоцировал аварию на выезде из Бийска. Мужчина выехал на встречку и столкнулся с легковушкой. Есть даже запись с регистратора, которая уже приобщена к материалам административного дела. Эта авария произошла в селе Первомайское. Водитель Приоры движется по своей полосе в направлении Бийска. И за заправкой на встречку выезжает водитель ВАЗа 6-й модели. Пенсионер, видимо, надеялся проскочить, однако случилось то, что случилось. Слабовое столкновение. У водителя шестерки диагностировали множественные переломы и ушибы. Также пострадал пассажир Лады. Сотрудники уголовного розыска Бийской полиции задержали Бийчанку, которая подозревается в мошенничестве. 45-летняя женщина призналась, что под предлогом снятия порчи похитила у пенсионерки больше 50 тысяч рублей. Напомним, женщина находилась дома и около 12 часов дня в дверь постучалась незнакомка неславянской внешности. Она просила милостыню. Дальше, разговорившись, женщина сообщила, что ветром надуло порчу и она поможет ее снять. Для обрядов женщина отдала все свои сбережения и к тому же заплатила целительнице за услуги. По истечению двух дней Бийчанка обратилась в полицию и в кратчайшие сроки оперативники установили личность подозреваемой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Добавим, что задержанная уже была осуждена за подобное преступление. В регистрационном отделе ГИБДД у Бийчанки украли телефон. Каким образом, женщина просто не понимает. А все попытки дозвониться потерпели фиаско. Я звоню на телефон свой. Пуки идут. Там нигде не слышно телефон. На улицу вышла, то есть звоню, нигде не слышно. Пишу смс. Уберите телефон или обращусь в полицию. Звоню в круг. Украденный телефон находился в чехле, в котором была пластиковая карта. И первым делом девушка сразу позвонила в банк и заблокировала карту. Так нужно делать всегда, чтобы злоумышленники не смогли списать деньги. Ну а в полиции по данному факту сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Также просматриваются камеры видеонаблюдения. Полицейские задержали злоумышленника, который у своей же знакомой похитил телевизор. Его он снял со стены вместе с кронштейном. Эта история случилась еще в марте. Девушка обратилась в полицию и заявила, что из дома пропал телевизор. При этом никаких следов взлома не было. Как злоумышленник попал в дом, остается большой загадкой. В ходе проведенных мероприятий правоохранителям удалось найти подозреваемого. Оказалось, что это знакомый потерпевший. Мужчина во всем сознался и написал явку с повинной. Вы смотрите участок 112. Мы продолжаем. Вот о чем мы расскажем дальше. Я говорю, сам встану. Незаконная оранжерея. Житель Наукограда в своем гараже культивировал коноплю. Обыски в комплексном центре социального обслуживания населения Бийска. Кого и в чем подозревают правоохранители. О службе из первых уст. Ученики правоохранительного класса посетили ветеранов органов внутренних дел. Мы продолжаем. Ушла из дома и пропала. Сотрудники правоохранительных органов просят Бийча наказать содействие и найти пропавшего человека. Еще в воскресенье. Татьяна Шубина ушла из дома. Она проживает в заречной части Бийска. Где находится женщина сейчас, никто не знает. Известно, что она психически больна. На вид пропавшие 55 лет. Худощавого телосложения. Рост около 150 сантиметров. Сутулая. Из дома она ушла в клетчатом красно-зеленом халате и в бурках. Если вы видели или знаете, где находится разыскиваемая, просьба сообщить в отдел полиции по телефону 39 40 54. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в комплексном центре социального обслуживания населения Бийска. Как сообщают работники, были изъяты документы. Сегодня нам стало известно, что в следственном комитете возбудили уголовное дело. Сегодня директором центра является Людмила Чернова. На руководящей должности она уже 15 лет. О работе самого центра в нашей информационной программе мы рассказываем регулярно. Но это, как говорят работники, только видимая сторона медали. То, что происходит внутри, отдельная история. Нам удалось пообщаться с сотрудниками. Наталья, имя героини по ее просьбе мы изменили, в центр социального обслуживания пришла в 2007 году. Она курировала несколько направлений, писала гранты, реализовывала крупные проекты и помогала привлечь в город, в том числе, федеральные деньги. Однако, после были созданы такие условия, что Наталья ушла. Женщина никак не хотела смириться с финансовыми нарушениями и вседозволенностью руководителя. Так, сотрудникам центра приходилось отдавать директору выписанные премии. Это было нормой. По словам бывших сотрудников, в центре были трудоустроены люди, которые исправно получали заработную плату, но вот на работу они не приходили. Есть устроенные лица, то есть это и дочь, и сын, и зять Людмила Филипповна, и еще какие-то родственники. То есть мы иногда до 10 человек насчитывали. То есть держателем карт являлась Людмила Филипповна, людей этих, естественно, на работе никто никогда не видел. Естественно, эта работа, так как все отделения, это кажется, что центр социальной помощи, большая организация, на самом деле очень ограничены людские ресурсы. И то, что вот эти люди были оформлены, а они не работали, то есть работа перераспределялась на тех людей, которые, собственно говоря, вынуждены были все равно ее сделать. Отметим, что расследование уголовного дела находится в производстве Следственного комитета. Конкретного лица пока нет. Сейчас изучаются документы. Не исключено, что в работе центра удастся выявить и другие противоправные факты, о которых нам рассказали бывшие сотрудники. И возможно, что среди фигурантов могут оказаться известные в крае чиновники. Как только будет предъявлено обвинение, мы еще вернемся к этой теме. Рассказать есть про что. Полицейские задержали 32-летнего бейчанина, который в своем гараже не только выращивал растительные наркотики, но и продавал их через интернет. Какой срок грозит задержанному, расскажем далее в сюжете. Что здесь находится? В данном гараже выращивал ванну для употребления. Давайте все пройдем, посмотрим. Только ничего трогать не будем руками. А вот и та самая оранжерея. По предварительным данным, выращивать в своем гараже растительные наркотики бейчанин начал еще в прошлом году. Урожай собирал не только для себя, но и делился с другими, естественно, за деньги. Рынок сбыта находился в интернете. Сорта дурман травы отборные. Задержанный 32-летний мужчина закупал семена в интернете. В гараже были созданы все необходимые условия. Освещение для активного роста, вентиляция, а еще регулярная подкормка. Видно, что данные растения вносили удобрения, то есть содержание гумуса неплохое. То есть здесь у нас присутствует и торф. Судя по всему, нелегальная оранжерея по выращиванию конопли приносила владельцу неплохой доход. Однако оперативники отдела бейской полиции по контролю за оборотом наркотиков прикрыли растительный бизнес. Во время обыска правоохранители изъяли 16 кустов конопли. Три пакета с уже готовым веществом. Электронные весы, упаковочный материал, банковские карты, денежные средства, телефоны, ноутбук, системный блок и карты памяти. По заключению экспертов-криминалистов, растения относятся к роду каннабисов. В общей сложности полицейские изъяли около полутора тысяч граммов готовых к сбыту марихуаны и конопли. Подозреваемому предъявлено обвинение и избрано меропресечение в виде ареста. В общей сложности полицейские изъяли почти полтора килограмма готовой продукции. Подозреваемый арестован. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Бийскому агроному грозит до 20 лет лишения свободы. Евгений Плохотин при содействии пресс-службы Бийской полиции. О службе из первых уст ученики правоохранительного класса посетили ветеранов органов внутренних дел. За чашкой чая школьники с интересом слушали рассказы о милицейских буднях. Накануне праздника сотрудники межмуниципального управления МВД России Бийской и ученики 18-й школы пришли в гости к ветеранам Бийской милиции Алифтине Медведкиной и Владимиру Познякову. Владимир Иванович 30 лет прослужил в органах внутренних дел. Свой путь начал в патрульно-постовой службе. В 96-м году был в командировке на Северном Кавказе. На заслуженный отдых вышел в 97-м году с должности заместителя начальника Приобского РУВД. Сейчас подполковник милиции в отставке Позняков входит в совет ветеранов Бийской полиции и активно занимается наставнической деятельностью. И это все на сегодня. Не нарушайте законы, тогда он всегда будет на вашей стороне. Счастливо, увидимся через неделю. Пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин